Друзья, всем доброго времени суток, всем привет! Меня зовут Евгения и вы на моем парфюмерном канале. Сегодня я иду в магазин Золотое Яблоко, буду тестировать много интересных ароматов и расскажу вам обязательно свое мнение о них. Кстати, расскажите, в какие магазины чаще всего парфюмерные ходите вы, потому что у нас, например, в городе, в Екатеринбурге, остался всего один рифгош и несколько литуалей. А все почему? Потому что Золотое Яблоко уже много-много лет монополист, мне кажется, практически у нас в городе, что касается парфюмерии и косметики, и все дороги ведут Золотое Яблоко. У нас их два. Вот, и как раз-таки магазины Золотое Яблоко, они, это сеть Уральская, по-моему, из Челябинска и в Екатеринбурге. Они уже очень-очень давно, лет 15-20, поэтому у нас Золотое Яблоко, это все, они молодцы, возят очень много разных ароматов, косметики. Но я чаще всего тестирую там именно ароматы. И даже в студенческое время я там подрабатывала консультантом по декоративной косметике, но любовь к парфюмерии у меня развелась именно в студенческое время, во время работы в Золотом Яблоке. Так что идем сегодня, тестируем и расскажу вам про свои парфюмерные хотелки. А вы не забывайте подписываться, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Решила поподробнее познакомиться с будьковой лимнейкой Armani Preve. Очень понравился Блоу Лазули. Здесь такая очень нежная, очень томная, сексуальная тубероза. Не думала, что мне тубероза вообще может в таком виде понравиться. Магнетто Танзани тоже очень понравился. Это история про пряный табак. Очень понравился стат какой-то красно-фруктовый, ягодный, изумительный. И все это перетекает в пряный табак невероятный. Сейбл Ньюи тоже интересно. Это очень интересный на кожаной подложке ладан. Очень, он в меру, он не дымный, он в меру ладанный и очень, мне кажется, может быть, и не повседневный, но очень насибильный. Аромат в красной упаковке Rouge. Очень, очень туберозно и очень жасминово, такой прям, ух, заинтересовал Блутург Ойс. Знаю, что о нем очень многие рассказывали, я читала тоже. Для меня это совершенно летняя история. Здесь тоже цветочные, белоцветочные ноты, немного индольный с солью. Очень есть схожесть с salty flower, только немножечко более нежный. Аромат Кьюр Нуар не понравился. Здесь такая история, немножко медицинская, точно такая же, как и Ультройл. И самый-самый мой любимый аромат из этой линейки. Это Кьюр Зерзура. Пудровый аромат, кожаный, с пряностями, сухой аромат, сухой пустыни, на закате. Обожаю. А уж очень понравился Маджента Танзанит. Стартует сразу табаком, ну, фруктовым, каким-то фруктово-ягодным, красными ягодами. Очень такими кисленькими, слегка со сладковатой нотой. Очень понравился. Наверное, хочу его в свою коллекцию. Еще я уже не первый год хожу вокруг ароматов Зеленский и Розен. Да, у них есть аромат с табаком. Самый-самый популярный, так скажем, из серии табака ванили, Тома Форда. Но на лето мне больше всего понравился розмарин, лимон и линероли. Они есть вот в таких маленьких, по-моему, по 10 мл флакончиках. Раньше они стоили, по-моему, по 1650 или 1690, сейчас по 2200. Но, будем надеяться, будут скидки. Также из этой коллекции есть еще гель для душа, крема. Но я вообще не люблю уходовую косметику с ароматами, поэтому это все проходит мимо меня. А вот, например, соль для ванны с таким ароматом, либо гель для душа я бы попробовала. И мне чем нравится этот аромат? Я вообще не очень люблю такие зеленые ароматы. Они на мне зеленые обычно и сидят просто как какая-то трава свежескошенная. А вот розмарин на мне здесь в большей степени раскрывается. И, может быть, при поддержке нероли лимона, он становится таким больше пряным. И вот розмарин слышно больше всего. И не как траву, именно как как больше пряную траву. Мне очень понравился, поэтому думаю о покупке. Ну и, конечно же, я не могла пройти мимо моего любимого Фредерика Маля. Аромат творения Доминика Рапиона, гераниум. Как-нибудь расскажу о нем обязательно в другом видео. Для меня это аромат, просто аромат какой-то свежести, свежего воздуха. Он с мятой очень понравился. У меня есть одна задумка. Очень такое прикольное видео, поэтому расскажу чуть позже. Творение Карла Сабинейма. Music for a while. Здесь я слышу самую натуральную лаванду. Ту лаванду, которая растет в саду, в огороде. У моих родителей это листья, перетертые в руках. Потрясающий аромат. Никакого ананаса есть здесь и в помине не слышу. Ну и, конечно, легендарный аромат. Жан-Кот Элина. Бегера Концентре. Это горькие цитрусы, травные, яркие, классные. Вот эти три аромата, думаю, к покупке. Потрясающие. Все совершенно замечательно подойдут на лето, на теплое и на очень-очень жаркое. Наконец-то я дошла до бутиковой линейки Живанши. Очень такие классные флаконы. Минемалистичные, с магнитной крышкой. И как раз здесь, что удобно, тоже подписаны все названия. Блистательные, девочка-сорванец, бескомпромиссные, дикие, непринужденные, выдающиеся, бесстрашные, подлинные и бунтарь. Про все ароматы рассказывать не буду. Расскажу про четыре, которые мне понравились больше всего. Выдающийся цветок питосфорума и перец из Шри-Ланки. Здесь, вы знаете, сначала стартует такая какая-то перечная, зеленая травная нота. А потом раскрывается, аромат становится более цветочный. Мне кажется, это очень нежный, нежный, очень носибельный, неиндольный жасмин. То есть выдающийся, вот примерно вот как-то такой. Дальше мне понравилась история про бескомпромиссный. Здесь давана, виски, ветивер и пачули. Это тоже немного травная история, но виски здесь придают немножко сладости. И алкогольности нет, наверное, немножко сладости, древесной сладости. Понравился очень. Девочка-сорванец. Здесь, знаете, такой чистый цветок асмантуса, который не пахнет совершенно персиками, абрикосами и так далее. И он такой как свежий-свежий, именно вот как цветок. Ну и кожа элладан очень явные. Здесь с небольшой такой какой-то, то ли горчинкой, то ли что-то такое. Что-то отталкивает, но вот этот асмантус, он очень притягательный. И последний аромат, блистательный, но я не могла пройти мимо табака, кофе, ваниль и пачули. Это аромат теплый, согревающий, классного табака. Аромат практически не сладкий, сухой. Очень классный. Все ароматы сделаны очень цельно. Очень интересная коллекция, стоит обратить внимание. Ароматы все интересные. И что-то такого, того, что уже было, я не встречала. Ароматы цельные, ароматы все, ну в стиле люкса, но выполнены просто на 100 баллов. Чуть больше эти ароматы постояли и раскрылись. И выдающийся стал совсем цветочный. Жасминово-туберозный. То есть такой цветочный, цветочный аромат перца не слышу совсем. Аромат бескомпромиссный. Все-таки здесь больше вышел на первый план ветивер. Не моя нота. Прохожу мимо. А вот девочка-сорванец с асмантусом. Вот это какая-то непонятная нота ушла. И цветок асмантуса остался чистый, хрустальный, цветочный, без всяких персиков. Ну и дораскрылся ваниль, табак, кофе и пачули. И блистательный, наверное, да. Сухой, слегка сладковатый, табачный аромат. Очень согревающий с одной стороны, с другой стороны собирающий. И очень такой интеллигентный. Очень-очень. Особенно вот эти вот два бескомпромиссные и блистательные понравились больше всего. Всегда обращаю внимание теперь на Аткинсон. И давно хотела Pirates Grand Reserve попробовать. Очень были... возлагала надежды на этот аромат. Но, к сожалению, нет, слишком сухо. Алкогольные ноты быстро очень уходят. И остается какая-то неприятная нота. Вот я ее расслушиваю на блотере. И что-то такое есть неприятное. Хотя практически всю коллекцию Аткинсон я послушала и уже давно. Советую обратить внимание особенно на всякие букеты, на тюльп. Ноуар тюльп. И вот эти вот все ароматы. Гранд Стрит, Джерард Стрит, Толболт Стрит и так далее. Классные летние, но с характером. Ну и пока я ходила с Аткинсоном вот этим вот по магазину, мой глаз упал на Абсент Бориале от Мэйсон Кривелли. Я вообще никогда не подходила к этому бренду. А здесь просто решила все переслушать. Абсент очень понравился. Он вообще не как абсент, не алкогольный совсем вообще. Он травный, он пряный, слегка сладковатый. Ну немножко может быть с сахарно-сладковатыми нотами. Буа Дат Чай. Прошу прощения, может быть, коверкаю слова. Вообще не могу понять, чем пахнет. Как будто немного карамельками, чем-то сладким. В то же время древесные ноты какие-то есть. Очень заинтересовал Асмантус. Но он на блотере полежал аромат, раскрылся. И знаете, пахнет зеленым абрикосом. Когда вы покупаете в магазине в России зеленые абрикосы, вот это примерно так же пахнет. Очень понравился Цитрус Батиканга. Прошу прощения. Такой кисло-горький. Мне кажется, на зиму я бы хотела его использовать. Роза, кстати, неплохая. Я просто не особо люблю розы. Совершенно никаким маслом вот этим розовым не пахнет. Хороший чистый аромат розы. Флёр Диамантин. Это история, мне кажется, про жасмину-туберозу. А ирис Малекен. Слышала про этот аромат. Это классный ирис. Слегка пудровый, классический, чистый цветок пудровый. Вот такой вот потрясающий. Очень-очень-очень-очень понравился. Ну вот абсент. Вот, кстати, еще лис остался. Тоже не могу понять вообще, чем пахнет. Даже описать не могу. Какая-то легкость, свежесть. Какие-то древесно-цветочные ноты. Сложно описать. Нет никаких ассоциаций вообще. Интересным показался, ну, конечно же, ирис. Знаю, слышала про этот аромат. Интересным на лето, однозначно, берите на заметку, это абсент. Зелено-травный, классный, без сладости. Сладость быстро уходит. Ну и, может быть, может быть, цитрусы. Хотя раскрылся аромат, немножко стал простоват. В общем, вот такой вот бренд для себя открыла. Мэйсон Кривелли. Имейте в виду. Вообще, в целом, к бренду Киллиан отношусь очень-очень спокойно. Не считаю, что такие ароматы должны столько стоить. Но вот эта вот линейка алкогольных ароматов очень мне понравилась. Самый популярный Angel's Share. Обязательно его куплю себе на зиму. Аромат кальвадоса. Классный, сладкий. Конечно же, это не виски, это прям кальвадос. Яблоки, алкогольный такой напиток есть. Ну и, в принципе, понравился Apple Brandy. Тоже пряные яблоки с какими-то травами. Классный, классный. Ну, здесь вот, наверное, нет какая-то отталкивает нота. Ну, и Rose is on Ice мне очень понравился. А вот Apple Brandy, да, прям очень хорошо. Ну, Angel's Share нанести практически ничего не могу. Именно внутренне на себя, видимо, самый популярный. Оп, самый популярный аромат. Просто тестер весь пустой. Поэтому попробую Apple Brandy. Apple Brandy, кстати, мне кажется, на лето будет очень неплохо. А Angel's Share все-таки попробую. Ближе к зиме, к Новому году, мне кажется, будет очень уместно. Добралась я и до Atelier Cologne. Конечно, вот, в принципе, для меня, наверное, Atelier Cologne – это тот бренд, который делает самые крутые цитрусовые ароматы. С одной стороны, с другой стороны, я нашла два аромата, которые сбили меня с ног и просто повергли в шок, что Atelier Cologne такое делает. Первый аромат – это Gold Leather. Это пьяно, это сладко, это алкогольно. Это из серии Бараонды, но чуть-чуть помягче, чуть более древесно и более нежно и обволакивающе. То есть это тоже из этой же серии, как и Бараонда, когда что-то крепкое алкогольное, ром, виски, коньяк развиты по дереву. Но здесь чуть больше сладостей, и он такой более расплывающийся, более мягкий. И Ут Сапфир поразил меня. Это очень, на мой взгляд, это очень нежная, обволакивающая кожа, фруктовая. Обалденный, просто покорил. Это очень похоже на, не помню, как называется, кожу от Тома Форда, но она более нежная, более обволакивающая, более сладкая. Вот эти два аромата, это вот прям советую обратить внимание, шикарный, но это больше осенне-зимняя история все-таки. Друзья, ну что, прогулка по золотому яблоку завершена. Я надеюсь, что вам такой формат понравился. И что же у нас сегодня в сухом остатке? Я на руку попробовала Эппл Брэнди. Вначале было неплохо, но часа через два аромат просто стал, ну, таким яблочно-скучным немножечко. Хотя есть там такая кислинка, нотки именно не яблока, а кожуры яблока, я бы так сказала. В принципе, неплохо, но, наверное, больше я хочу Энджелс Шер. И купить его ближе к новогодним праздникам, мне кажется, будет классно. Такая слегка пьянящая нотка придаст большее настроение и праздникам. Мне очень понравился на блотере тот аромат от Armani Preve. Но моя кожа его, к сожалению, съела, и табак с ягодами куда-то ушел. Я попробую его нанести потом на волосы, посмотрим, как он будет шлейфить. Потому что на блотере мне он очень понравился. Табак с какими-то красными ягодками или, может быть, немножко с ягодами можжевельника. Ну, что-то такое. Я попробовала ту плохую девочку от Givenchy, или как-то там она называется, название подпишу. Ну, вы знаете, такой неплохой Asmantus Paradise Moon от Estee Lauder мне понравился больше. Там тоже история про Asmantus с замшей, с кожей. И та история мне как-то больше понравилась. Я, кстати, снимала вам видео про распаковку своего аромата от Estee Lauder. И про их бутиковую линейку тоже рассказывала. Так что же мне понравилось больше всего? Мне понравился Удсапфир от Аделье Колон. Я нанесла его на волосы, и я просто хожу и балдею. Это скорее... Это удовых нот я здесь не слышу. Ну, то есть ни медицинских, ни каких таких вот отталкивающих. Это скорее замша даже, чем кожа со сладостью. Аромат очень цельный, и описать, как-то по нотам разложить его достаточно сложно. Поэтому вот то, что я чувствую, это обволакивающая не теплота, а вот такая замшевость, бархатистость со сладостью. Сладостью именно больше, наверное, фруктовой сладостью, нежели какой-то ванильной или еще какой-то. Очень понравился. Прям балдею. Сейчас у нас лето не очень. 15-16 градусов, накрапывает дождь. И я думаю, что этот аромат будет как раз-таки сейчас уместен. Очень понравился. Друзья, пишите, какие ароматы вы тестировали последнее время. Что вам больше всего понравилось и запомнилось. И может быть вы тестировали ароматы, которые я показывала в видео, из магазина. Обязательно напишите свое мнение. Друзья, я с вами прощаюсь. Ну и конечно же помните, что яд от лекарства отличает только доза. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok